Праздник науки Стали универсальным сценарием мероприятия Отдельно стоит сказать о том, что каждая из ночей была тематическая и посвящена памятным датам жизни университета, событиям в мире науки и просто прорывным проектам КФУ На самой первой встрече потомок Александра Сергеевича Пушкина барон Александр фон Гревенец рассказал о своем прославленном предке Положительные отзывы и вопрос, когда же будет следующая ночь науки, то и дело звучавшие во время фестиваля подтвердили актуальность планов на цикл подобных мероприятий Что и мотивировало университет на тематические продолжения 2017 год был объявлен годом Лобачевского и проект «Ночной предел» был посвящен царице наук, математике и геометрии В сентябре 2018 года «Ночь в Императорском» была посвящена году великого русского писателя Льва Толстого В эти же дни в КФУ проходили традиционные державенские чтения, организуемые совместно с Российским государственным университетом юстиции А в императорском зале прочитал лекцию вице-президент Толстовского фонда в Нью-Йорке, правнук декабриста Сергея Волконского Андрей Кочубей На сегодняшний день проект насчитывает 12 фестивалей, из них 11 уже в привычной классической форме Отдельно можно выделить прошедший 29 марта 2019 года проект «Наука 0+,» собравший детей и их родителей со всей Казани Казанский федеральный университет стал участником крупного федерального проекта, направленного на популяризацию науки Желающих посетить научный праздник в пятничный весенний вечер было удивительно много Самое главное, каждый смог найти на науке 0+, занятие по душе В лекционных залах университета на мастер-классах или выставках с научными экспозициями и демонстрацией опытов Особенностью стало небывалое количество детей Ученые КФУ демонстрировали свои разработки и проводили научно-популярные конкурсы Одной из самых занимательных площадок стало знакомство с миром экзотической фауны Слово, богатейшая коллекция хранится в Зоологическом музее Казанского университета В ходе фестиваля на открытых дискуссионных площадках обсуждали будущее науки Ученые из Объединенного института ядерных исследований рассказали о проекте коллайдера в Дубне В первую очередь нам нужны кадры, которые будут на этом коллайдере работать через 20-30 лет И, конечно, нужно потянуть их к науке, чтобы было интересно заниматься Вот очень бы хотелось, чтобы ваши ребята тоже поучаствовали в нашем проекте Кроме того, ученые КФУ прочитали лекции о научных проектах мирового масштаба В вопросах эволюции, открытия химических элементов и освоения Антарктиды С каждым новым проектом Ночь науки количество гостей заметно возрастает И если вначале особый интерес вызывала необычная подача и удачно подобранное время Праздники проходили преимущественно летом То сегодня можно сказать, что вне зависимости от времени года и места проведения На площади или внутри здания количество участников, зарегистрировавшихся на сайте, исчисляется тысячами Пронаука в КФУ – это уникальный формат образовательных интенсивов Возможность стать студентом на одну ночь и узнать о жизни КФУ изнутри Каждая серия проекта объединяет на одной площадке множество разнообразных активностей И самое главное – вдохновляет на новые открытия Вообще, я очень люблю что-либо изучать Потому что ученые открывают несколько других видов, которые обычные люди не могут найти Я хочу исследовать свой лед Мне больше всего понравились роботы, потому что я хочу стать будущим программистом Чтобы мир стал разумней Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова